Всем доброе утро! Всем привет! Сегодня мы все в сборе. Коля приехал с ночной смены пораньше и даже успел нас в садик отвезти. Ой, солнышко такое. На улице минус 8. Ну так классно вообще. Ветра нету такого как вчера. Может пока еще я не совсем его заметила. Отвела Максима в садик и вот такая вот грамота у него лежала в кабинке. Награждается участник команды муравьи, занявший второе место в интеллектуальной викторине любителей насекомых звездный час. В общем, мальчики заняли второе место, а девочки первое. Ну тут как бы не удивительно. Короче, это это первая грамота Макса. Да, больше, по-моему, не было у него грамот. Да, это первая грамота Максима. Первое достижение, так сказать. Да, будем складывать в папочку отдельно. Я сейчас выпала где-то на несколько часов из своей обычной жизни. В общем, я выбирала книги для Макса, потому что все книги, которые у нас есть, мы уже их перечитали по несколько раз. Ну и я уже начинаю ему читать. Он говорит, мне неинтересно. Ну, в общем, подумала я, что надо освежить немножко нашу библиотеку домашнюю. Вот, заказала несколько книг. Заказывала на Вайлдберрис. Очень долго смотрела. Что-то хотелось такое современное, то есть, ну, что сейчас можно почитать. Там детективчик один заказала ему. Персик ко мне пришел. В общем, думаю, что книжки ему понравятся. Ну, потом, когда они придут, конечно же, я покажу, что я заказала. Старалась брать с яркими иллюстрациями, чтобы ему потом было тоже интересно читать самому. А ему уже скоро придется читать самому, потому что ему уже в августе будет 6 лет. Ну, и пора уже начинать. Так что вот такие вот дела. Время у нас уже обед. Сейчас я, наверное, разогрею себе что-нибудь, покушаю. Ну, и потом буду чем-нибудь заниматься. Может, стиркой займусь. Ну, в общем, дел домашних очень много на самом деле. И как-то они не делаются совершенно. Сегодня ничего не выносила на балкон, потому что я думаю, что там очень холодно. Сейчас посмотрим, сколько там градусов. Ну да, прям холодно. 6 градусов. Потому что на улице минус. Но я не буду ничего выносить. Думаю, ничего страшного не случится за один день. Сейчас покажу помидорчики вон. Сорт называется пламя. И прям их столько много. Ненадолго совсем выходила на балконы. Вон, смотрите, как запотели окна. В общем, вот этот сорт. Не помню. По-моему, он у меня один. Такой и растет. В общем, смотрите, у него вот помидорчики. Вот. Потом выше вон там. И вот смотрите, сколько еще здесь маленьких. Будет прям их очень много, я чувствую. Еще вот вторая ветка. Вон там тоже вся в цветочках. И вот здесь еще цветочки. Но не знаю, конечно, насколько это правда. Я прочитала про этот сорт пламя фирмы Партнер. Потом в интернете про них прочитала. И пишут, что они не очень вкусные. К сожалению, я это прочитала после того, как я их посадила. Ты хочешь на балкон? Да там холодно, персик. Там заболеешь. Чихать будешь потом. Ну, а остальные помидорчики. Не такие. Не так много. В общем, их зато они вон такие крупные. Мы уже поехали за Максимом в садик. Заехали на заправку. Сейчас заправимся. Заедем еще в ленту. Надо деньги снять. И чтобы диск, в общем, с 8 марта купить. В садике у них был утренник на 8 марта. И только сейчас вот диски принесли. Вот такие дела. Сейчас поедем, заберем Макса. Он будет очень рад, потому что мы его снова пораньше заберем. Пока Максим одевается, смотрим всякие тут поделки. Вот Максим нарисовал вот такую картину. Вот потом, позже коровку вот такую сделал. И пчелку где-то. Где-то вот. Вот Макса пчелка. Подписано вот Максим. Какая пчелка у него получилась. Здесь много всяких разных. Вот тут еще какие-то поделки. Сейчас посмотрю, может быть, Макса где-нибудь есть тут. Твоя есть здесь, Максим? А? Не, Макса здесь нету получается. Вот рисунок, божья коровка и пчелка все. Я делал божью краску и пчелку. Кого делал? Божью краску и пчелку. Ну, мы уже нашли. Молодец. Максим полез срывать снова огурец. Где очки? Ого, какое солнце. А где очки твои? Коля тут Максу скачивает. Майнкрафт пытается скачать. Майнкрафт. Капт, капт, капт. Надо быть окна. Ничего себе, какие грязные солнца, когда светит. Сильно не тяни, Максим, а то это оторвешь. Я закручиваю. А что там? Утамы. Ну, давай отрежу хвостик этот. Окей. Ну, как вкусно тебе? Я что не откусил, видишь? Там уже так по курцам пахнет. Думаю, что это я делаю. Персик тебе там еще не нюхается? Че такой грустный? Че такой грустный? Он думал, ты ему положил кусочек. Ну, он хотел схватануть. Хватануть хотел. Давай-ка. Сейчас пойду, отрежу кусочек. Ну, отрежь. Пелсика. Я один кусочек ровный съел. Вот это ставил коту. Кусай. Так. Сейчас он понюхает. Чего, персик, ты же любил. Смотрите, какие потягушки. Это ты его так дразнишь, да? Нет. Чтобы он тоже поел. А все, не хочет он больше огурцы есть у нас. Мясо ему подавай. Мясо ему подавай. А давайте я быстро никогда не дам. Прям никогда. Раньше любил. Да надо. Че такой? Мы сейчас с Максом будем есть яблоко. Одно на двоих. Макс. Сажай-ка поеду. Максим съел все огурцы. Так, пойдем ехать? Нет, не так. Пальцы убирай. Так? Да. Аккуратненько. Яблоко твердое, может, я все-таки порезаю? Нет. Вот этот палец убирай. А зачем? Я тут не порезаю. Нож тупой. Да нет, просто яблоко твердое. Вот палец, смотри, ставишь. Смотри. Ну, я поеду. Ну, давай аккуратненько, ореш. В общем, завтра у Макса в садике, ну, там у всех будут анализы брать. Мо, тут он не будет больно. Где это? У Макса завтра в садике будут анализы брать. Ну, у всех детей. Ну, там кровь будут брать. В общем, надо натощак все это делать. А он у нас по утрам всегда шарики ест с молоком. И, в общем, он решил сразу с вечера шариков поесть. Да, Максим? Угу. И сейчас еще яблочком загрызем все это дело. Пойдем. Максим тут балуется. Я идти не могу. А я хочу Максимкины книжки немножко разобрать, которые совсем прям для малышей убрать. Вот, например, Агния Барто, тут стишки. Они тут прям совсем для маленьких. А не надо. А Макс любит. Там просто стих один есть. Он его все выучить хочет. Сейчас увидите, какой. Сейчас Макс откроет, покажет. Все. Вот тут. Вот это дело было в январе. Но мы с Максом учим, учим. К какому-нибудь Новому году выучим. Сюда. И что, не убирать ее? Я ее никуда не буду далеко убирать. Просто отдельно их сложим. Потому что мы ими мало пользуемся. Так, это счет. Блокнотик. Был мой, стал Максимкин. Я блоками хочу. Неудобно одной рукой, конечно. Да, давайте я покажу. А Максим тут свои записи делает. Сейчас увидите. Ну вот, это я писал. Да, это Максим у нас писал. Кстати, у меня есть еще одна тетрадка. Он там еще пишет. Сейчас увидите. Так, так, так. Сейчас это я найти не могу. А, это книга пазл. Ставь на как-то. А у нас тут, в принципе, практически все такое нормально. Это что, мне кажется, как будто мы с тобой мало книг читаем. Волшебные сказки малышам. Тут, да, тут такие сказки для маленьких. Вот мы их редко читаем. Тут рассказка что-то делает. Вот он. Немножку раскрашивает. Покажу. Ну, ты еще тут много не раскрасил. Знаете, робот, который я не хочу тут раскрасывать. Зайка, эту надо рыбать куда-нибудь. На, вот эту мы мало читаем. Редко. Давай мы их отдельно сложим. А это, Зайка, это? А, эту не надо, да? Да. Ну, она нам когда понадобится, мы ее сюда поставим просто с другого края. Сказки про друзей мы читаем. А что такая? Тоже сказки разные. А где тут написано со скольки лет? Да. Где-то, наверное, вначале должно быть. Не написано. Не написано, но здесь хорошие сказки. Тут вот Сутеев. Так, это мы оставляем. Давай обратно сюда. Это пазл. Это тебе баба дарила. Ё-моё. Тихонько. Вот так просто. Я конкурю, ты. Так, счет это красить. Это читаем, а читаем, а читаем. Это четко. Это азбука. А где тут русские английские? Английский. Английский? Откуда у тебя английский? Утарь. Это... А что там вообще перевернутая стоит? Это мы покупали, заходили в какой-то книжный магазин. И там были очень-очень дешевые книги. Вот такие вот, литературное чтение. Здесь тоже есть много разных сказок, стишков. Ну, таких уже. Поставь уже на место. Для первого класса. Для первого класса. Ну, как раз тоже можно сейчас читать. И это вот такая же, по-моему. Это как же. Это вот первая и вторая часть. Мы их взяли, что-то прям совсем очень-очень дешево. Я даже не помню за сколько. Ну, меньше 100 рублей. Точно. У тебя верёвочки болтаются, он играет. Так, ну, это уже можно убирать. Вот тут уже всё, тетради по всей. Годовой курс занятий. Это мы с Максом занимались. Тут всё, как тетради по всей. 4-5 лет. Ну, в принципе, можно ещё оставить. Прям совсем такое детское-детское. Я бы не сказала, что это на 5 лет. Это вообще для малышей-малышей. До 3 лет. Ну, по этой аспеке можно ещё позаниматься. Максим, как ты книжку держишь? Держи двумя руками. А че? Порваться может. Я пока посмотрю книгу. Пока Максим там читает. Покажу там ещё, что у нас есть. Так. Правильно ставишь, Максим, вот так. Ещё вот такая у нас есть книжка. И ещё вот такая книжка у нас есть. Самые вредные советы. Вот эта книга, она Максу пока ещё рановата. Мне кажется, сами стихи. Какая? Ну, вот эта. А что за книжку? Здесь вот несколько таких есть лабиринтиков. И Максу прям нравится играть в них. А куда тут пойти? Сюда, сюда. Куда пошли? Ну на, держи, проходи. Я дальше покажу. Давай пока проходи. Ой-ой-ой. Всё попадало. А вот, кстати, ночные истории тоже классные. Тоже баба дарила тебе. Здесь очень... Прямо картинки такие классные, иллюстрации. Яркие. Макс тоже любит разглядывать их. А как я здесь проходила, это так легко. Ну смотри. Внимательнее. Горова у меня рыжая. Почему рыжая? Ты нас видишь путь. Ну, вижу. Все пошло. Я просто их комнате через летнюю. Вот так вот, общем, Максу нравится эта книжечка очень. Именно не читать. Так, а ещё у нас книжки есть. Вот здесь у Макса в шкафу. Я сказки читаю. Кто-то здесь кушал. Опять убиралась, не убиралась. Надо убираться. Так, ну в общем, такие вот Незнайка есть, стихи, сказки. Но здесь мы всё читаем, поэтому здесь все классные книжки. Вот это тоже перед сном классно читать. Сонные сказки. Дай мне. В общем, книжки-то вроде как и есть, а вроде как и нет. Да. Поэтому вот заказала я. Надеюсь, нам хватит хотя бы там на первое время. Кровать не заправлено. Ну, Коля спала бы. Надо было в ночь на работу идти. Он, кстати, уехал уже на работу у нас. Да. А я, кстати, показала Максиму одну книжку, которую заказала. Ну, что-то там спрятался. Ну, детектив, который. Он там смешной должен быть. А остальные книжки Максим сказал, что ему не надо показывать, чтобы это был сюрприз. Поэтому, когда они будут приходить, для Макса это будет сюрприз. Ну, а мы будем уже заканчивать видео сегодняшнее наше. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока. Всем пока.